Люберчане продолжают отправляться на защиту рубежей Родины. В военкомат приходят не только те, кому вручили повестку, но и добровольцы. Как в округе продолжается частичная мобилизация, смотрите в нашем сюжете. У военкомата на Октябрьском проспекте ежедневно собираются мужчины. Они проходят собеседование, оформляют необходимые документы, получают жетон и в дорогу. На свою Родину, на родных и близких. Победа за нами. За Россию мы победим. За детей, за жены, за матерей. В качестве дополнительной гуманитарной помощи люберецкие предприниматели приобрели рюкзаки, спальные мешки, туристические коврики и лекарства. Настроение у мужчин, которые отправляются в зону специальной военной операции, боевое. За четырех внуков. У меня родственники в Одессе. Одесса – русский город. Поддерживают ребят, родные и друзья. Гордятся ими и верят, что они вернутся домой скоро, целыми и невредимыми. С победой вернутся. Мы провожаем племянника своего. Я считаю, что все ребята, которые сейчас сидят в автобусе – это герои наши. Мы будем за них болеть, будем о них помнить и ждать их обратно. Перед отправкой в учебные части, где мобилизованные пройдут военную подготовку, священник прочитал молитву и раздал им иконки с ликом святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.